В идеале должна возникнуть сеть между теми, кто ездит, и теми, кто оказывает услуги. И все начинается с водителей, то есть сначала нужны водители. И если водителей становится больше в городе, тогда уменьшается время до приезда машины. Это радует людей, возникает больше спроса. Если возникает больше спроса, значит те водители, которые есть, они могут получить больше поездок в час, то есть заработать больше денег. Это радует водителей, водителей становится еще больше. И когда водителей достаточно, чтобы удовлетворить спрос, то тогда не нужно, например, поднимать цену в соответствии с повышенным спросом. Цена становится ниже, это приводит к еще большему увеличению спроса и так далее по циклу. Этот цикл работает достаточно хорошо, и начинается он с самых простых вещей. Потом, когда самые простые вещи перестают так хорошо работать, начинаются более сложные. Ну и в конце концов, Data Science, который тоже может усложняться до бесконечности. Темы, которыми занимается наша Data Science команда, это в принципе все, что я буду называть райдеры и драйверы. То есть райдеры те, кто ездит, драйверы, ну водители, райдеры и водители. В принципе все, что райдер и водитель могут увидеть в своих приложениях. То есть начиная от каких-то бонусов, которые мотивируют сделать поездку, заканчивая ценой, временем, кого с кем соединяет приложение, ну и вплоть до, там в приложении тоже можно, например, обратиться в саппорт, и вплоть до того, чтобы как-то попытаться сделать саппорт эффективнее. Ну и так как каждая из этих тем, в принципе, бесконечна, и так как она требует больших ресурсов, и с ними есть много челленджей, о которых я сейчас расскажу, то нам тоже нужна большая команда из талантов. И в Эстонии их не так много, поэтому мы ищем их по всему миру. И с тех пор, когда мы стали единорогом в мае, после получения этой инвестиции, то мы ищем особенно активно. Наш технический стэк, на котором мы работаем, если поместить Data Science в общий контекст инжиниринга, то наш бэкэнд он на TypeScript, на JavaScript, на Node.js. И все сервисы, они бегают на Amazon Web Services, и в принципе Amazon Web Services можно посвятить отдельный слайд, потому что сервисов там очень много, и они все очень здоровские, их можно использовать для многих вещей. Но я по специфике работы, больше всего работаю с Redshift, который наш Data Warehouse, и с SageMaker относительно новый сервис, который появился год назад, который позволяет деплоить Machine Learning модели в Live. И так как Data Science у нас на питоне, а бэкэнд на TypeScript, то они не особо соединяются, поэтому нужна какая-то платформа для того, чтобы деплоить какие угодно пайплайны для Machine Learning в Live. Первая тема, наверное, с которой все начинается в Data Science и в Taxify, ну и вообще на рынке в Киеве, это компании, потому что когда приходишь, никто о тебе не знает, и нужно к кому-то обратиться. То есть приходите к нам ездить, приходите с нами ездить. И можно обратиться к кому попало, можно обратиться к тем, кто был бы в этом заинтересован. То есть сначала найти нужных водителей, нужных людей, которые были бы заинтересованы с нами сотрудничать, позвать их, чтобы они это начали делать, и потом, чтобы они не обиделись, не расстроились из-за чего-нибудь и не ушли. То есть за всем этим нужно внимательно следить, чтобы всем было хорошо. И, конечно же, нет смысла привлекать тысячи, миллионы людей, если они через некоторое время обижаются, и им что-то не нравится, и они уходят. Поэтому retention, например, это настолько же важная вещь, как и discovery, если не еще более важная. И каждая из этих вещей – это отдельный data science проект большой, на который может быть более одного человека, более двух. Некоторые из методов, которые в компаниях можно применять, да, вот я вкратце расскажу о методах. Так как презентация более обзорная обо всем, то в каждую деталь углубляться не буду, но идеи, в принципе, такие, что один из методов, то есть начинать надо всегда с самого простого, как все data scientists знают, что когда, например, не работает, когда, например, давание каких-то бонусов или компаний всем вообще, становится понятно, что это неэффективно, тогда нужно думать, как бы сделать это более точным. Один из методов, как это сделать более точным, как сегментировать – это RFM, которое довольно хорошо известно в мире маркетинга, то есть Recency, Frequency, Monetary, Value. То есть как часто люди ездят, как давно, и какой объем транзакций с ними происходит. И это отличный способ для того, чтобы сегментировать людей по их, и водителей, и те, кто ездит, и по семейному, и по социальному положению, для того, чтобы понять, что бы вот этой конкретной группе лучше всего подошло, потому что у всех разные нужды и разные потребности. Одна еще вещь для профилирования – это Customer Lifetime Value, тоже математическая модель, которая тоже достаточно широко применяется. Это из того, сколько… Ну, статистическая модель, которая, в принципе, описывает для каждого из людей, сколько транзакций было совершено в недавнее время, опять же, какая ценность этих транзакций, и насколько велика вероятность, что этот человек сейчас возьмет и перестанет с нами сотрудничать. И еще одна замечательная вещь, например, для сегментации – это спектральный бикластеринг. Это из области генетики один метод, который, например, позволяет узнать, что вот есть люди, которые ездят только утром по будним дням, есть люди, которые ездят только вечером по будним дням, кто только в пятницу. И, ну, подогнать как-то часы под каждый из этих пунктов – это сложно, поэтому, в принципе, этот вот метод, спектральный бикластеринг, он позволяет примерно определить группы, какие бывают паттерны, и в соответствии с этим действовать. Конечно же, возникает вопрос, что не конфликтует ли все эти методы. И, ну, каждый из этих методов разумнее употреблять в разных случаях. Например, RFM разумно употреблять, когда ты, скажем, делаешь какую-то кампанию в связи с праздником, и ты выбираешь, кому вообще есть дело до этого праздника, и будет дело до этой кампании. А Customer Lifetime Value разумно употреблять, когда, например, занимаешься ретеншином. То есть на удержание кого, на решение потребностей кого, в первую очередь уделить время. И, конечно же, еще одна разная вещь, которая применяется не только в компаниях, но и везде – это модели конверсии. То есть вот данный юзер, будет ли он в итоге ездить и не будет в соответствии с различными факторами. То есть время поездки, цена, какие-то другие характеристики. И эти модели, ну, есть несколько как бы экранов в приложении, как юзеры передвигаются между ними, и, в принципе, на каждом этапе происходит конверсия или неконверсия в соответствии с различными факторами. И это тоже, ну, фундаментальная вещь, без которой, в принципе, ничего не будет работать. Следующая важнейшая вещь – это ценообразование. То есть как, ну, что такое вообще цена? Цена, она позволяет, ну, в рынке, в экономике балансировать спрос и предложение. Конечно, возникает вопрос, что такое спрос и что такое предложение, потому что спрос, например, может дефинироваться различными образами. Мы можем посмотреть, сколько было поездок сделано за период времени – это ли спрос? Или можем посмотреть, сколько поездок не было сделано по какой-то причине при помощи модели конверсии – это ли спрос? Или можем посмотреть, сколько, например, какой-то район, там водители никуда не заезжают, там люди никогда не заказывают таксифай, и в итоге, ну, стоит ли их учитывать как спрос? Потому что они, в принципе, могли бы ездить. И вот в соответствии с этим выводится уравнение спроса, то есть что такое на самом деле спрос, и как бы мы смогли балансировать спрос и предложение в соответствии с тем, что мы получаем. Этот график, он иллюстративный, то есть конкретные цифры не имеют особого значения, но суть в том, что да, если очень высокий спрос, тогда цена повышается, и об этом я сейчас расскажу. И, ну, конечно же, водители, когда видят высшую цену, они более склонны принять эту поездку и совершить ее, ну и люди, когда видят цену, они менее склонны принять эту поездку, и конверсия падает. И это позволяет сбалансировать спрос и предложение в краткосрочной перспективе. Динамика всего этого, конечно, очень нелинейная, и все далеко не так красиво и не во все время. Некоторые методы, которые применяются, ну, конечно же, в первую очередь, это динамическое ценообразование, то есть человек, когда заказывает машину, он видит цену и видит, насколько она умножается в итоге. То есть более высокая цена или более низкая цена. Водитель же, в свою очередь, видит вот эту вот карту, которая показывает спрос и предложение, и какая цена в результате этого будет из-за спроса или предложения. Это Таллин. И если с этим есть много сложностей, то, что если для человека, который заказывает, в принципе, все понятно, то есть он видит более высокую цену и решает, заказываю ее или нет, то с водителями там другие еще измерения сложности, то, что если карта не должна меняться слишком быстро, то, что если она меняется слишком быстро, тогда водитель, например, увидит красное пятно, захочет поехать на место, и от того же ничего нету, он будет в итоге расстроен. Но, с другой стороны, он не может меняться слишком медленно, потому что тогда будет необоснованно завышенная или заниженная цена в разных местах. И поэтому для того, чтобы более точно определять спрос и предложение в данном случае, необходимо предсказание спроса, предсказание предложения. Для этого мы применяем LSTM нейросети, которые хороши для предсказания временных серий по предыдущим данным, по каким-то дополнительным данным, вроде погоды и прочего. И, конечно же, еще важно, чтобы предсказать и спрос и предложение, это то, опять же, произойдет конверсия или нет, то есть анализ чувствительности к разным факторам, к времени, которое пойдет на поездку, к цене и учитывать это тоже. Еще одна интересная вещь, которая вроде бы кажется простой, но на самом деле сложная, над которой работают немало людей у нас, это то, что конечная цена поездки, есть как бы цена поездки, которая дается заранее, но она строится на, как бы, для того, чтобы дать цену поездке заранее, нужно сначала знать, какая цена будет для каждой траектории, для каждой поездки. И для того, чтобы, это, конечно же, строится на истории поездок и на многих других факторах. И история, она происходит из ГПС-координат, которые шлются приложением и телефоном. И так как эти ГПС-координаты не точные, то цена тоже может быть не точная. То есть, если мы видим, что человек, который едет, он прыгает вот так вот по дороге, то нужно вернуть его на место, нужно поднять, по какой же все-таки дороге он едет, для того, чтобы цена была более точная. И в итоге все было с ценой в порядке. Одна еще тема важная – это диспатчинг, или кого свести с кем, того, кто едет, и водителя. И тут есть несколько подходов, которые можно использовать. Один самый элементарный подход – это, как сказать, гриди-мэтчинг, жадное соединение. То есть, скажем, человек хочет заказать машину. Алгоритм выбирает самую ближайшую к нему машину и соединяет их. И в итоге водитель начинает двигаться к нему, и поездка может состояться. Но это не всегда может быть самым эффективным способом для того, чтобы их свести. И, например, в больших городах, где происходит очень много всего, где большой спрос, большое предложение, то там эффективен сведение по матрице. То есть, например, в каждую секунду происходит много заказов, и в таком случае возможно разумно сделать небольшую задержку, собрать несколько заказов и дальше свести их в соответствии с тем, кому с кем будет лучше. То есть это может быть и по времени, и по другим факторам. Один из алгоритмов, который применяется для того, чтобы определить, это называется венгерский алгоритм, который как раз по матрице определяет, что это комбинаторика, то есть есть люди, есть задачи, и какие люди справятся с какой задачей наиболее оптимальным способом, как их всех скомбинировать. Все это еще усложняется, конечно же, в случае, когда back-to-back поездки, то есть водитель, например, едет уже с клиентом, но он может в то же время получить новый заказ. То есть для того, чтобы водитель не проставил, вот он проезжает через какое-то место, и он получает сразу же новый заказ. И потом, когда он закончит предыдущий, то он сразу же может заняться этим. Это, конечно же, тоже усложняет диспатчинг. И в будущем будет еще пулинг, то есть пулинг – это, по сути, частный автоизвоз превратится в такое подобие мини-автобусов, то есть несколько людей могут использовать одну машину для того, чтобы добираться до определенных точек. То есть это может быть либо два человека в машине, и они будут ездить достаточно, ну как они пожелают. То есть разводят сначала первого, потом разводят второго. Либо это может быть автобус побольше, который будет двигаться по определенному маршруту. Это пока в разработке, но с этим, конечно же, тоже будет все совершенно по-другому. Ну и после того, как и водители, и райдеры появились, и цена в порядке, и все довольны, выясняется, что не у всех есть хорошее намерение. И то, что некоторые любят заниматься фродом, то есть обманывать. И типов фрода, в принципе, если их так сгруппировать, их три, то есть у кого-то ворованная кредитка для того, чтобы получить бесплатные поездки. Есть также организованные преступные группировки. Они периодически появляются в некоторых местах, которые начинают заниматься реселлингом, перепродажей. То есть с кучей ворованных кредиток они берут и перепродают поездки. И также есть, ну так как заработки водителя, например, они не зависят только от заработка за каждую конкретную поездку, есть еще компании, которые, например, водителю выплачивается что-то за определенную цель, определенное совершенное количество поездок, то возникает некоторая мотивация для того, чтобы каким-то образом накрутить это число через, например, самозаказ или заказ через друга. Но в большинстве таких случаев машин лернинг и анализ данных, они достаточно хорошо справляются с ловлей этого. Еще один интересный случай, который технически очень похож на фрод, это серьезные инциденты, такие как ограбление или убийство водителей. Ну, убийство очень редко происходит, но ограбление на некоторых рынках происходит регулярно, происходили во всяком случае. И человек, у которого есть нехорошее намерение, он заказывает машину для того, чтобы, например, грабить водителя. И тогда возникает вопрос, что вот в тот момент, когда он заказывает, нажимает ордер, то каким образом мы определим, что будет сейчас плохо с ним или нет. И одни из самых... Я сначала, когда я занимался этой моделью, я не особо верил даже, что это получится, потому что таких случаев все-таки довольно мало. Они резонансные, они приносят большой ущерб, но их относительно немного, относительно общего количества поездок. Но оказалось, что это достаточно просто обнаружить. По предыдущей истории того, что с этим человеком случалось, который заказывает, были ли у него какие-то предыдущие инциденты или проступки. Еще интересно, в определенных районах такого происходит больше в определенное время суток. Еще интересно то, что по поведению можно определить, то есть, опять же, юзер, он двигается между различными экранами приложений, выбирает адрес, смотрит водителей, смотрит цену. И есть определенные естественные паттерны, как заказ происходит. Есть неестественные паттерны, когда кто-то заказывает слишком быстро или кто-то пытается изобразить, что он не заказывает слишком быстро, заказывает медленно, если кто-то догадывается. И такие аномалии тоже можно обнаружить и достаточно хорошо подобные случаи определять. Еще, ну вот мы летом в Киев пришли, еще из интересных вещей, которые случились в последний год, которые могут все очень серьезно поменять, и в дата-сайенсе, которым мы занимаемся, и вообще, это то, что мы занялись скутерами. Кто слышал про Берт, Лайм и все эти фирмы? Ну вот, в США этой весной просто взорвалась эта тема, что появились скутеры, то есть эти самокаты электрические, на которые люди передвигаются по городу на короткие дистанции. И вот появились фирмы Берт, Лайм, которые в США очень часто развернулись. Сейчас они в Европу расширяются, и Taxify сейчас тоже этим занялся. И за два месяца успели, сейчас мы уже в Париже, в других городах начинаем. И с этим интересно то, что оно растет во много раз быстрее, во много раз быстрее, чем росли машины, когда они появились, и что конкуренции сейчас еще нет такой, и что здесь мы имеем дело не с водителями, которые, в принципе, предоставляют нам свои услуги, а мы имеем дело с настоящим оборудованием, которое нужно каким-то образом обслуживать, собирать, заряжать и так далее. То есть здесь получается, что динамика, ну, здесь мы не только работаем с ценой или компаниями, здесь мы еще работаем с обслуживанием реального железа и грузовиков, и тех, кто это обслуживает. И если, например, еще в случае автомобилей, водитель отвечает за то, заправлен бак или нет. То есть, а здесь нам нужно самим следить за состоянием батареи, у батареи, как и у расхода батареи, как и у расхода бензина, у нее очень нелинейная динамика, за которую мы ответственны в данном случае. То есть, первые 50% заряда батареи, они дают 70% того расстояния, которое можно проехать, последние 50% 30%. И юзеру нужно каким-то образом дать понять, доедет он место назначения или нет. Вдобавок ко всему, если юзер ездит в центре города, в каком-нибудь историческом центре, там нужно постоянно тормозить, разгоняться, пропускать кого-то, поэтому батарея садится быстрее. если же это где-то на променаде, тогда она садится медленнее. И это тоже задача, которую нам предстоит решить. Конечно же, занимаясь со всеми этими моделями, это все хорошо, когда они в Jupyter ноутбуке или где-то, но когда их предстоит поместить в Live, тогда возникают другие проблемы. Это в первую очередь, как проверить, вот они были сделаны какие-то модельные исторических данных или по какой-то идее, как же их проверить. Один, конечно, вариант, который в компаниях особенно сильно применяется, это АБ-тесты, то есть есть какая-то компания, попробуем провести на какой-то доле, каком-то проценте пользователей, и у нас контрол-группа, и тритмент-группа, и посмотрим, что получится. Но не везде возможно АБ-тесты провести, а кое-где такие АБ-тесты даже и неэтично проводить, потому что, например, вот с алгоритмом, который вот эта карта цветная, с ним невозможно провести АБ-тест, одним показывать половину такой карты, другой такую карту, потому что все водители, они просто перемешаются в городе, и в итоге никакого чистого теста не получится. В некоторых случаях это и нельзя проводить, какие-то агрессивные тесты, потому что все-таки водители, они зарабатывают деньги на этом, а люди пытаются добраться домой, поэтому нужна симуляция. И мы работаем также над платформой для симуляции, для того, чтобы возможно был и алгоритм, и модели, тестируясь, не помещая их в лайф. Один вопрос, конечно, с которым еще сталкиваются все, которые в большом количестве моделей пытаются задеплоить в лайф, это то, что как их мониторить, как их тренировать, потому что ситуация в городе, она постоянно меняется, и мы растем, и времена года меняются, еще что-то, одни дороги закрывают, другие открывают, поэтому модели со временем деградируют. И как определить, что деградировали одни или нет? Добавок ко всему, некоторые модели, некоторые алгоритмы, они могут сами менять рынок, то есть они определенным образом воздействуют на поведение людей, и возникает порочный круг какой-то, то есть возникает цикл. Такие циклы тоже нужно определять, для того, чтобы они не вышли из-под контроля. И из опыта есть различные вендоры, которые предлагают свои услуги по помещению в продакшн машин лернинга. В принципе, по большей части мы анализировали различных вендоров, и по большей части они концентрируются на той части, что замечательно, мы сейчас поместим наши модели в лайф, и мы можем, наш продукт позволит вам поместить свои модели в лайф, и вот у вас будет REST endpoint, и вот вы там можете Docker container или Jupyter notebook добавить, и вот у вас будет endpoint. Но мало кто может предоставить полноценную среду, где можно сделать и коллаборейшн по этим моделям, и ретрейнинг, и мониторинг, поэтому в итоге мы все-таки пришли к тому за год, который наш Data Science команда функционирует, что многие вещи придется сделать самому. Большую часть инфраструктуры, которая отвечает за maintenance моделей и алгоритмов. Одна еще вещь, конечно, когда у нас Data Science около года назад, настоящий Data Science появился, тогда вроде как идея была, что если есть какой-то здоровский алгоритм, который позволит сейчас что-то улучшить, то любые хаки возможны, интегрируем его в лайф. Конечно же, любые хаки невозможны, потому что архитектуру всей системы нельзя нарушать ради какого-то эксперимента. И почему вообще хаки были нужны? Потому что часто данные в том формате, в том объеме, своевременно, их невозможно было получить из лайф-систем для модели. И поэтому возникла нужда в команде Data Engineering, то есть которые бы сделали и создали бы сервисы, при помощи которых можно данные и в реальном времени, и стрим, и бэтч скармливать их моделям. И в итоге, чтобы модели могли оказывать влияние на сервис. Это были технические сложности, с которыми пришлось столкнуться, при том, когда мы помещали модели в лайф, потому что, в принципе, у нас идея такая, что если ты что-то делаешь, то это должно попасть в лайф, либо должна быть очень хорошая причина, почему это не попало в лайф, и что делать дальше. Еще, что усложняет, если говорить не о программном обеспечении, то это качество устройств у пользователей, у конкретных пользователей, которые заказывают поездки или ездят. И, например, так как мы оперируем на большом количестве развивающихся рынков, в том числе, например, в Африке, которая ниже Сахары, то там часто устройства не самого высокого качества, и вот опять же тема ГПС-сигналов и того, что устройство может ГПС-сигналов в случае, если нужно определить, как человек вообще едет. И они могут и зависать, и отключаться, это доставляет большие проблемы водителям, поэтому на все это тоже нужно делать поправку. Еще, конечно же, сезонность проблема, потому что, мы буквально за последний год запустились в большом количестве стран, и у нас нет данных по всем временам года и по тому, как рынок работает во все времена года, а даже если есть, даже если есть за два года, то, скорее всего, за это время все выросло настолько, что рынок поменялся совершенно, и город поменялся совершенно, поэтому сезонность тоже добавляет непредсказуемости. И еще, конечно же, это вопрос разных культур, потому что в Париже одна культура, в Кейптауне другая, в Киеве третья, в Таллине четвертая, и у людей различные привычки, каким образом они ездят, поэтому то, что может казаться рациональным в одном городе, может оказаться совершенно нерациональным в другом, поэтому каждый город требует отдельного анализа и каких-то отдельных поправок. И еще, конечно же, большое веселье добавляют конкуренты, потому что если мы где-то, например, на втором или особенно третьем месте, тогда, в принципе, то, что конкуренты делают на рынке, оно оказывает значительное влияние сравнимое с тем, как то, что мы сами можем делать, поэтому если мы сделали какую-то замечательную компанию, то конкурент потом может сделать еще более замечательную компанию, и в итоге это тоже добавляет интересность. Как же все это решить? И будет ли модель в итоге достаточно качественной? Что еще в будущем ожидается? Надеюсь, в довольно недалеком будущем это самоездящие машины. И все о них говорят, но вроде как на дорогах их нет, и это кажется, что это какая-то фантазия возможна, но на самом деле где-то, наверное, в перспективе десяти лет это уже произойдет, может быть даже и раньше, и пяти, и если сейчас все работают над технологией, выбирают партнеров, то когда технология будет разработана, партнеры выбраны, то тогда придет время к регуляциям, то есть будут ли эти машины допущены на дороге и в каком виде. И, например, в Эстонии пример, что когда есть фирма, которая делает маленьких роботов-доставщиков посылок, и когда технология была готова, и они были готовы сами передвигаться по улицам, тогда возник вопрос, а разрешить ли их вообще, и как правило дорожное движение будет работать. В итоге, да, правительство их разрешило, и с самоездящими машинами оно будет в принципе так же. И вот когда начнутся эти регуляции, которые разрешат и таким машинам передвигаться по дорогам, тогда это, конечно, все очень изменит и для города, и для нас, так что в этом смысле мы держим руку на пульсе, что произойдет в ближайшем будущем. Ну и если самоездящие машины, например, будут через 10 лет, а райдхеллинга, например, всех этих приложений их 10 лет назад еще и не было, а скутеров не было и всего год назад, то есть, можно ожидать очень больших изменений в будущем. И в принципе, если уже есть миллионы людей, которые пользуются теми же сервисами для заказа поездок и в Европе, и в Африке, и в Азии, то что их отличает от остальных миллиардов людей, во многом это инертность привычек и только вопрос времени, когда это еще вырастет во много раз, и Data Science станет еще интереснее. Так что больше Data Science в каждое приложение машину, дом. Ура, коллеги! Спасибо.